Авария на Чернобыльской атомной электростанции – одна из крупнейших за всю историю атомной энергетики. Взрыв на 4-м энергоблоке 26 апреля 1986 года навсегда изменил жизнь многих. Более 115 тысяч человек из 30-километровой зоны были эвакуированы. Последствия катастрофы колоссальные. В течение первых трех месяцев после аварии из-за полученных доз облучения погиб 31 человек. 134 принесли лучевую болезнь в той или иной степени тяжести. Всего же в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы участвовали свыше 600 тысяч человек. Среди них и жители Щелковского района. В Доме культуры имени Чкалова прошло памятное мероприятие, посвященное страшной трагедии в истории человечества. В Щелковске 7,5 тысяч участвовало в ликвидации. Сегодня живых в день 30-летия осталось менее 300. Люди проявляли высочайший героизм, самоотверженность. Знали, что они идут на невидимую смерть, поскольку она неосязаема. На мероприятии встретились порядка 70 ликвидаторов. Поблагодарить их за вклад, внесенные в устранение последствий аварии, приехали и районные власти. Я знаю, что в Щелковском районе нет памятника, который увековечит память героев Чернобыля, ликвидаторов Чернобыльской аварии. Каждый должен сделать немножко. Вот я выхожу с инициативой, чтобы такой памятник, такой монумент нам в районе создать. Даю слово, что мы окружим заботой всех участников ликвидации аварии Чернобыльской атомной электростанции. Соответственно, инициатива Надежды Владимировны, секретаря нашего полицовета партийной России, найдет воплощение в течение этого года. Сначала обсудите, поймете, что вы хотите увидеть, а мы воплотим. Участникам ликвидации последствий катастрофы в Чернобыле вручили памятные награды. В числе награжденных и Алексей Тихомиров. Его, как и многих других военных, в зону катастрофы отправили по тревоге. Признается, страха не было. Тогда никто не знал, какие последствия вызвала авария на реакторе. Мы выезжали сколько, никто об этом даже и не думал. Выполняли свой долг. Никто ничего не понимал, что происходило. Да и особо не распространялось. И хотя со дня катастрофы минуло уже 30 лет, последствия аварии видны до сих пор. Оставленные жителями города призраки, болезни, вызванные радиацией. Но главное – память о трагедии, которая позволяет извлекать уроки из истории. Дарья Снегова, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».